Наследие Советского Союза Меряется килограммами Даже за победу над фашистской Германией есть медали Иосиф Виссарионович увидел его Увидел его В гробов перевернулся А вот это уже надо отрывать голову Орден Красной Звезды Многие за него платили жизнью Ордена знак почета Чью-то честь, совесть Заслуги перед Родиной Взяли и сдали в Дукан Заграды наших дедов За ту великую войну Какую они выиграли Теперь это все валяется Пылится в восточном Дукане Ушла великая страна Закончились великие подвиги Находятся поддонки Которые это все вывозят за рубеж Доргуют этим Продавая Частички этих орденов Как частички нашей Родины Сколько стоит Красная Звезда? 100 долларов Стоит Красная Звезда Вот она цена жизни на войне Стоит Красная Звезда Стоит Красная Звезда Стоит Красная Звезда Легенда о сотворении Афганистана Глазит следующее Когда Аллах создал землю Он заметил, что у него осталась куча Осколков, обрывков, обломков Словом, отходов, которые уже никуда не годились Тогда он Собрал их вместе И швырнул вниз В месте их падения И по сей день Находится Афганистан Реки так же текут Горы так же стоят Над горами орлы В синем небе кружат И в пустынях песок Ветер гнать не устал Это жизнь и кусок Это Афганистан Помнят нас кишлаки Помнят нас города Сохранились и горы Что были тогда Но те, кто в боях С нами был визави Называют нас всех До сих пор шурави Столько лет пронеслось С той афганской войны Был за нами союз Только не той страны На сколках империи Детям в пример Мы остались рожденными В СССР Мы теперь стали жители Множество стран Афганистан Но у нас память о нем Афганистан Там другая война И другой президент Но остался в истории Наш контингент Столько лет пронеслось Столько лет пронеслось С той афганской войны Был за нами союз Только не той страны На сколках империи Детям в пример Мы остались рожденными В СССР Субтитры создавал DimaTorzok Столько лет пронеслось С той афганской войны Был за нами союз Только не той страны На сколках империи Детям в пример Мы остались рожденными В СССР Желтая, местами серая, похожая на дымку, пыль Висит над городом Эта мельчайшая пыль Своеобразная визитная карточка Кабула Она висит при любой погоде Как платок хозяйки К которому нельзя прикоснуться Или убрать без ее ведома Все проникающую и неуловимую Эту пыль Сквозь разлуку Здравствуй Прости, что на покой твой Посягну Но нет покоя на земле твоей А есть борьба Есть мужество И верность Надежду в сердце невозможно свергнуть Как невозможно позабыть друзей Афганистан болит в моей душе И все, кого я встретил и не встретил Пусть долго будут жить на этом свете Как тишина на дальнем рубеже Долгое время Пагманская трагедия 1986 года в Афганистане Была закрытой темой для обсуждения Так как они жили в Пагмане И они из Пагмана Местность была очень для них знакомая И два часа вперед Им объявили, что будет ехать колонна И вполне времени было Чтобы они приготовились к этой засаде И все они оружие, гранаты И все они приготовили И были готовы, как будет ехать колонна Спроси у него, пожалуйста Наше мнение, что было предательство Со стороны наших больших начальников И они просто послали Преследуя свои интересы Они послали солдат В эту колонну Спроси, не слышал Он знает что-то взаимодействие Ихней разведки Да? Ну, Маджакедовской Ведь они же черпали сведения Не от наших начальников получается Но от больших Мы в Касаке добавили Я буду в Касаке В Касаке Ихней 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 Человек был местный Значит, он тоже из Пахмана И сейчас живой Живет в Пахмане Он, значит, среди вас там был Ну, не среди вас Он был среди начальников Да, среди начальников Там он был Он знал об этом всем Экспедиция «Афганистан до востребования» Продолжает жить и действовать Мы проводим на территории Афганистана, России, страны СНГ Журналистское расследование о гибели безоружной советской гуманитарной колонны в Пагмане в 1986 году Через год, в июле 2013 года экспедиция Олега Гонцова приехала на окраину Кабула в район Пагмана, чтобы встретиться с командиром Маджахедов, который руководил уничтожением гуманитарной советской колонны Кабула в район Пагмане века Серебро и мы живем А мы живем В день и ночь Сороки А сороки все давлеты Тут у нас Своя разведка была Нам сообщала Собственно, как по телефону? Мы говорим, что мы пришли у нас на улице. Вы даже не были? Мы говорили, что мы с жителями деятельности и мы с жителями дали это. Мы с жителями, которые были у нас на улице. Мы с жителями. Так что мы с жителями не могли. У нас засада, как говорится, тут свадьба была, мы отправили людей в город, чтобы пригласить русских великих сюда на свадьбе, а мы сидели в засаду охранять этого человека. Вот получилось, и посмотрели, что отсюда уже русские колонны идут, и начали с ними. Абдул-Гафур оценил смелость ветеранов из России и согласился показать место гибели советских военнослужащих и детально рассказать, как была организована засада на безоружных шуравей. Вот здесь началась война с русскими. Вот они, эти места, вот здесь они навернули колонну. Вот здесь был дувал глиняный. Вот здесь вот был. Вот тут вот был. А вот тут говорит отсюда, чтобы русские великие витки, чтобы ушел на эту сторону. А вот в это время мы сидели здесь. И чтобы вот отсюда не напасть на них, мы держали их по контролю, чтобы они прошли. И тут такая колонна уходит. 25 лет назад они стреляли друг в друга, выполняя задачу командования. Они и представить себе не могли, что через 25 лет они встретятся. Вот это место, мы подошли оттуда, это поле было. Дорога, конечно, была лучше. Сейчас здесь хорошая дорога. А на той стороне был глиняный небольшой заборчик, ну, дувал такой. Вот сейчас тоже есть. Да, 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 да. Это вот это место. Ребята погибшие лежали вот здесь. Здесь были еще деревья. Но сейчас их деревьев нет, вон там. Вот этого забора бетонного каменного не было. Здесь было просто поле. А вон там вот, где растут молодые деревья, были, несколько деревьев стояли. Вот ребята погибшие лежали вот здесь. Они проходили в Рыцкое, говорит, когда они ходили в Рыцкое, чтобы не видно было. Где молодые деревья и дувал вон тот. Вот здесь стояло несколько фруктовых деревьев. Здесь был убит прапорщик с повязкой патрули. И еще два бойца лежали возле дороги. А Шурави, Сашбос, в плен взяли Инджа, да? А Сирона, да, Кузякингер, в Кузякингер. Вот. Вот. Вот там тряпка висит. Вот тряпка, где висит. Видишь, вот здесь в поле дороги. Ракеты, которые, говорят, напали на русского. Нет, русский напал на маджахедов, чтобы отобрать гранитомет. И тогда пришлось его стрелять. Его убили от троих, которые живы, взяли. Ракеты, которые живы, взяли. А, вон, говорит, оружия не было у них. А, оружие было в машине. Когда обеих держали, они выходили, поднятые руки, вышли. Там не было ни одной стрельненной гильзы. Машины стояли вот здесь, в дороге. Мы слипали. Мы слипали, который мы задим, в даргере. Даргере... О, тыжгер, тыжгер, тыжгер. Начальник в колонне, говорит, когда мы постреляли, там огонь шел. Да, горело. Да, горело. И колонну тут мы остановили. Да. Колонна, когда остановилась, и тогда пришлось вот эти четыре... Так они не разгрузили колонну? Разгрузили. Разгрузили, а машины сожгли. Машины сожгли. Нет, колонны разгрузили не они. Колонны разгрузили, свои материалы ушли уже заранее. А она была пустая. 13 машин. Сезда-то? Сезда-то. Сезда-то, да? Сезда-то, да? Разгрузили, да, что колонну. Обратно подъехали? Да. Где разгрузили? А? Разгрузили. Или вышел чуть-чуть. Так, а она туда шла? Они где-то, понимаешь, мы же не знаем, нам никто не говорит. Где-то вот здесь, здесь были Сарбази, Афгани, да? Сарбази, Сарбази, Афгани. А нам не говорили об этом, что эта помощь идет. Это помощь идет, мука там, мы думали, что это вооруженная сила идет, но мы начали бомбить. Нет, дело, видно, что в штрафе... Я уже думал, что мутора, как джангинаву, мутора, и одеву. Мутора, иди, как тактики, хоть мне, Рамиша, может, тогда мы не думали, что тут помощь идет. Вот мы, может, видели, но мы думали, что это новая такая тактика, будет прямо тут. Нас будет, например, обманывать, и этими тактиками нас, например, будут. Я понял, понял. А вот те солдаты, выразить гибель, да? Они везли этот гуманитарный груз, везли его афганцам, везли помощь от чистого сердца, его убивают, да? А потом, что думают товарищи, которые пришли на помощь? Гафур внезапно быстро завершил свой рассказ и заторопился расстаться с экспедицией. Он не рекомендовал долго задерживаться в этом районе, где нет столичной власти и не стоит уходить в сторону участков возле дороги. Все частное. За вторжение на эту землю по незваным гостям могут и выстрелить. Но пообещал, что еще раз с нами может встретиться, если мы, русские, снова приедем в эти места. А тогда здесь кусты были, ну, такие же поля были, тоже тут дувалы, но они были невысокие. Это сейчас уже здесь вот, они тут окультурили все. Вот такой вот кустарник рос, вот, все это зеленое же было еще, к тому же. В тот же год, в декабре, группа Гонцова снова побывала в Пагмане. Телефон Гафура молчал. Как только наша машина остановилась на обочине, где летом мы стояли с командиром маджахедов, тут же нами заинтересовались жители Кишлака. Он видел тогда, когда была атака на колонну? Бабажан Уах, Смодирин, колонна была 13-14 КАМАЗов, которые она прошла, она обратно путем, она уходила, и это... Оттуда, оттуда, да. Оттуда. Когда она проходила, тут первые КАМАЗы выстрелили, разорвали. Бамина на дости, да? И машины летали. Перекрыли. Перекрыли дорогу и начали... Ну, война началась. Первую машину гранатометом была подбита. Вторую, вторую. Первая прорвалась. Вот. Здесь росли яблони где-то. Под ними лежали убитые. Мы проходили вот отсюда. Мы вышли вот с этого рыка сюда. Вот здесь стояли КАМАЗы. Вот. Вот здесь лежало двое или трое убитых. Один из них дрался. Видно, что дрался. Его застрелили они. Вот. Вот здесь вот на этом поле здесь вот этого дувала не было. Вот этого. Здесь были яблони росли. И лежал прапорщик с повязкой патруль. Я еще тогда удивился, почему патруль. И кишки на этой яблони все были развешены. Вот. И было трое сгоревших. Он видел убитых здесь? Да. Он стал неgrown Matska. cut. Вот там тоже был. Нет. Армостов. Вот там были убиты. Там были убиты. Вот здесь было тоже Freedom. Вот здесь было cena. Кума-зага ударил при корма, смems động на конферес. Там добили остальных, а здесь были убиты те, которые сопротивляли струну. Да, да, а те, которые выбежали, там была пустая, государственная пустая, они туда к этому посту бежали. Да, те, кто дрался здесь, возле колонны, они были убиты здесь, остальные были убиты вон там. Там еще яма какая-то была рядом, ну или яма, или овраг, что-то. Пагман получается, сам Пагман это вот. То есть горы, туда дальше дорог нету, только тропы. Пагман начинается оттуда, где водохранилище, и конец вот этого. Вот конец, все. Дальше дорог нету. И попасть на эту дорогу колонна могла только по этой же дороге. То есть зашла туда, там разрузилась, и на обратном пути была уничтожена. Вечером, да, и начали по нам работать отсюда снайпера. И Чипка погиб. Вот с этой зеленки прям начали работать снайпера. Погиб Чипка, механик-водитель первой роты. А уже темнеть начало. И нам дали команду ночью не ссываться. Только, ну, с рассветом. Вот с рассветом, утром мы находим всех этих убитых здесь, и нам дают команду дальше. Вон там где-то был пост афганской армии. Вон там вот. Вон там вот. Вон там вот. Потому что когда мы вышли, они были перепуганы. Ну, такие-то. Они где? Вот они на хребте, что ли? На хребте у них пост, он там на вершинке где-то. Он точно помнит, где пост афганской армии был? Вон здесь может пока... Вон, вон. Ну, я тоже вот. Вот дома видно? А, это... И выше его. Вот, вот холм вот этот, вот, да. Вон там вот был пост афганской армии. Но они с этого, с поста ничего-то... А они перепуганы были страшно, потому что они же практически все видели эту бойню, они наблюдали. Они не видели. Пытаясь найти хоть какой-то документ, касаемый этой колонны, я пересмотрел кучу бумаг. И единственное, что удалось мне найти, это в интернете небольшую заметку. Что эта колонна, якобы, отправилась за щебенкой и сбилась с пути. И второе, что водители, все водители, бывшие в этой колонне, это были ребята из разных частей, которые были прикомандированы к строительному управлению. А командовал этой колонной старший лейтенант, который вообще уже три дня должен был находиться в отпуске. Он прилетел в Кабул для того, чтобы прилетать в Союз в отпуск. Виноватых не нашли. Дежурным виноватым назначили начальника автослужбы армии. И он, на данный момент его уже нету в живых. И, конечно, уже никто ничего не расскажет. Так как это была единственная дорога, она и сейчас, по-моему, единственная, да, сюда, в Паган. Больше здесь дорог нет. Поэтому, когда нам начинают рассказывать сказки, что эта колонна выехала за щебенкой в какой-то карьер, и заблудилась, и попала на эту дорогу, на эту дорогу можно было попасть только оттуда, от Кахарга. Оттуда или обратно. Или там есть, там дорога есть. Ну, тогда там, да, дорога, она вот сюда не выходила. Она, как его? Вот, та дорога. И второе, в этом районе никогда не было щебенки. Здесь не добывали щебенку. Здесь война шла, здесь не добывали щебенку. Не до щебенка было. Тут не до щебенки было. А вот этот фост аргейский, афганский, сколько там человек было? Ну, там человек 10 их было. Но они даже не стреляли. Они просто сидели испуганные, потому что... Вот. И второе, что я хочу сказать. На шаландах щебенку не возят. Вот. Высота борта шаланды, там от силы 50 сантиметров. Это надо быть глупым идиотом загонять сюда полтора десятка машин, для того, чтобы искать здесь какую-то щебенку непонятную. А то, что стоиматериалы были в шаландах, мы заглядывали в борта, нас удивило две вещи. Первое. Ни одной стрелянной гильзы от автоматов. Мне Андрей Пикули говорит, говорит, порожди, я, говорит, а как они тут воевали? Говорит, ни одной стрелянной гильзы, говорит, как они? Это было первое. И второе. В шаландах оставались следы того, что там везли стройматериалы. Там были и опилки от досок, и следы от цемента. А все это стоило тут очень тогда приличные деньги. То есть это то, что они там разгрузили? То есть колонна зашла оттуда, от озера сюда. Здесь она разгрузилась. А на обратном пути они получили приказ уничтожить колонну. А уничтожить для того, чтобы никто не болтанул своим языком, что сюда возили стройматериалы. Потому что здесь война шла на протяжении всех девяти лет. И Саяф до сих пор здесь сидит, и не очень он любит власти Кабула. Новые свидетельства о гибели колонны никогда не заинтересуют военную прокуратуру. Прошло 25 лет, дело закрыто. Но рассказать правду о героизме наших воинов и об обстоятельствах их гибели – наш долг перед памятью павших. Озеро Карга. Искусственный водоем. Ну, собственно, это водохранилище. Вода с гор спускается, сюда стекается. Ниже – дамба. И это запас воды для Кабула. Сейчас зима, и уровень воды самый низкий. А весной она наполняется, это озеро, вот до того места, где стоите вы. А если посмотрите налево, вот этот холм, в 86-м году на нем стояла наша застава. Вот на эту заставу и прибежал единственный, уцелевший от этой бойни паяни. Это водитель КамАЗа. КамАЗ, он уже бросил там и вот оттуда уже бежал пешком на эту заставу, чтобы сообщить о том, что случилось. Это было тогда. А сейчас, если вы посмотрите, то на том берегу озера, да и, в общем, по всему берегу, это зона отдыха для жителей Кабула. Сейчас это цивилизованное место, оборудованное. Там пляж, там лодочные станции, там колесо обозрений. Туда приезжают люди отдыхать и развлекаться, но, конечно, не зимой. Вот здесь, по идее, мы должны были показать интервью с каким-нибудь маститом генералом, который бы тут, брякая медалями и орденами, рассказывал бы о трудностях афганской войны. Этого не будет. Мы вам показываем сюжет о обыкновенном водителе, рядовом нашего ограниченного контингента, в лице которого хотим выразить огромную благодарность тем десяткам тысяч наших солдат, которые выиграли эту афганскую войну. Спасибо. Азад Ахмедханов из набережных Тюнов служил в пулих «Умри водителем» в бригаде материального обеспечения. 120 рейсов за два года службы в Афганистане. Перевозил топливо. Две трети армейской жизни в пути, на колесах. Объяснять, почему машины с нефтепродуктами всегда были лакомой добычей любого маджахеда, не будем. Вернулся домой живым, но без боевых наград. Рана отметина на сердце, все же осталась и до сих пор не заживает. Рана отметина на сердце, все же осталось и до сих пор не заживает. Азад Ахмедханов, вернувшись с Афганистана, получил квартиру от автоколонны, где он работал. Он считает, что это и есть его награда как воина-интернационалиста. Без партийной разнарядки, по-человечески он помогает в меру своих сил трем землякам, инвалидам афганской войны, выживать в наше непростое время. В Кабуле мы встретились с начальником полиции одного из районов афганской столицы, полковником Наджибулой Самсула, который рассказал о ситуации в городе, об операциях по борьбе с наркотрафиком. После встречи в полицейском участке в знак дружбы и доверия нам предложили принять участие в патрулировании дежурной группы, которая проводит на въезде в город поиск курьеров, перевозящих по стране оружие, наркотики и взрывчатку. Патрулирование прошло без происшествий. К сожалению, это довольно редкий случай в жизни афганской полиции. Пользуясь моментом затишья, мы попросили майора полиции Мохаммеда Хакима ответить на несколько наших вопросов. Мохаммеда Хакима Мохаммеда Хакима А по сколько часов люди службу несут здесь? Четыре часа. Через четыре часа меняется. Но они вообще заступают на сутки. А по четыре часа несут службу. В 2012 году мы встретили на территории Исламской Республики Афганистан в Кундузе. Двоих дезертиров советской армии. Что-то тебя подтолкло на этот шаг. А что именно? Вот когда я с командиром подрался, потом меня послили на губу. Я подумал в себе, вот ты эту руку поднимать на офицера – очень большое наказание. Потом с Валерой, с Кусковым. С Валерой Кусковым я с ним поговорил. А я подумал, что будем уходить. Я боялся, что мне дадут большое наказание. После этой встречи мы слышали дома один и тот же вопрос. А почему в свое время не принимались меры по розыску сбежавших солдат? Чтобы дать ответ, Олег Гонцов попробовал найти в Афганистане участников одной операции по возвращению маджахедами нашего перебежчика обратно в воинскую часть. Михалыч, алло, он нас уже ждет. Мы когда подъедем, вы иди выходите из машины, встаньте чуть в стороне. Потому что, ну что, мне напугать. А уже потом я его позовем. Хорошо? Хорошо, все, добро есть. Сам факт. Ушел солдат 2-го батальона. После боевых действий бегали, искали, искали, не нашли. С оружием? Да, с оружием. И в итоге, вот я не помню точно. Я помню, что мы были в ХБшках одеты. Меня вызвал начальник особого отдела, дивизии. Рота была, по-моему, часть в карауле, часть на боевые ушла, часть осталась в роте. Я сразу Гонцову говорю, Олег, ты ничего не натворил? Потому что у нас Олег Иванович только мог что-нибудь такое. Нет, говорит, все нормально, нигде ничего. Ну, захожу к начальнику особого отдела, честно так, немножко коленки подрагивали, все четко доложил. Товарищ полковник, старший лейтенант Учак прибыл. Проходите, садитесь, вот мне вас рекомендовали, как там, ну, способного и могущего что-то организовать. Вот надо помочь нашим товарищам с особого отдела армии обменять бойца вашего со второго батальона, значит, Мочилина. Готов, разрешите старшину взять с собой. Берите сколько надо людей. У нас две БМПшки оставалось, мы их выгнали. Автобус был, такой типа Пазика, по-моему. Ну, вот особистые ехали. И мы поехали в сторону Черекарской долины. Сразу уже первая застава с правой стороны там стояла, как бы, прикрытие, мы там остановились. С левой стороны был кишлак. Сейчас не помню, помню, что доктор Ханага, по-моему, руководитель этой бандформирования. И у него нужно было забирать. Афганцы очень осторожно отнеслись к инициативе руководителей экспедиции «Афганистан до востребования». Но и мы не были спокойны. Ведь жители этого района до сих пор не подчиняются ни одной официальной власти. Кишлак с левой стороны, вот если ехать с Кабула в сторону Черекара. Я был с пулеметом. Олег Иванович уже не помню. Тоже, по-моему, не без оружия. Хадовцы были. Они привезли с собой четверых каких-то там знатных хулиганов и обменяют на нашего одного солдата. То есть я так понял, что это на уровне на Цибулы было, что такие разговоры проходили. Ну, мы люди маленькие были. Нам дали команду, мы выполнили. Поэтому, естественно, что броня и техника вся остановилась на дороге. Начали ближе к кишлаку передвигаться. Ступые вот эти вот карнизы, или как они называются, это их полята, они были в ихнюю сторону, то есть у нас снизу. Поэтому вот как бы прикрытие наше было снизу. А мы с Олегом решили пробежать с обратной стороны, чтобы как бы с тылу подстраховаться. Ну, два орла таких же, елки-палки. Мы прибежали, запрыгиваем на забор глиняный. Ну, я всегда в этом случае, я всегда в этом случае рассказываю, что забор под нашими попами начал разрушаться, потому что мы видели там человек сотню, наверное, духов, которые лежали так под ковкой и как раз вот контролировали эту всю ситуацию. Ну, мы же не подали виду, что мы испугались. Хотя, честно, испугались, конечно. Мы приехали сюда, когда колонной пришли. Вы вас держали в автобусе, вы в автобусе сидели. Трое вас было. Я зашел в автобус, вы сидели на заднем сидении, и у вас были вот эти вот металлические сундуки. Ты ему перевозил? Я, получилось, они сидят вот втроем. Спасибо, что меня обменяли. Они вот так втроем сидят, а там на пазике заднее сидение. Я сел, я смотрю на них, а они смотрят на меня. Причем с интересом смотрели так, ну, вот, вы сидели. А потом, значит, почему долго не могли обменять, они ждали, пока сядет солнце, чтобы не могли вертолеты поднять. А потом уже получилось, вышел дедушка. А, нет, он предлагал, да, действительно, вот это я момент упустил. Кто-то из них, ну, это он предлагал, что давайте я пойду там говорить. Потом кричали, отошли от дороги, еще кричали. А потом мы пошли туда, сначала шли по тропинке, там виноградник и дувал такой. Вот. Потом, значит, два хадовца было, Дунафар, Хад. А? Это КГБ штики? Да, это ихняя КГБ. А тебе поручили за них отвечать? Да, да, я шел, значит, получилось так. Впереди шли два хадовца. Дунафар, Хад. Потом он шел первый, он сам сказал, что он был. Потом шел я, еще двое. И особист, но он все время особист сзади. И наши бойцы. А Коля Турчак? Коля Турчак шел все время сбоку, тут был виноградник. И небольшой такой, мы когда подошли, виноградник, там такой забор, и был пролом в этом заборе. А за... вот. И вот они начали кричать, а с той стороны, маджахеды начали кричать. Ну, правильно, я все правильно, он подтверждает. Мы стояли с этой стороны, а маджахеды были... Вот мы спиной к дороге стояли, а маджахеды спиной к шикардаре стояли. И когда оттуда, вот, покричали, оттуда пошло два человека. А вот сколько у вас фактически было, значит, два хадовца, особисты, ты, Оля Турчак? И, ну, до пяти солдат наших, не больше. Потому что нам пришлось... Нам пришлось оставить часть солдат, так как остальные особисты не захотели идти. А сколько было маджахедов? Ну, там много было, я же говорю, человек сорок. Там они же встречать их высыпали здесь. Второе, там был чуть дальше поле, стоял дом. А на доме они поставили пулемет. Не слабо. Вот, ну, они же боялись еще и вертолетов, потому что... Маджахеды, ну, я не помню в деталях у кого что, но автоматы я видел. И они нам кричали, шурави! Не было ощущения, что они могут кинуться, отбить их? Ну, во-первых, у них есть кодекс чести, куштун-вали. И я лично, не то, что я тогда полагался, но в основном, в чем есть момент воинов, их, афганцев, что если вот он дал, если он дал слово, да, то в отличие от торговца, да, тот может обмануть. Воин не обманывай. Он не был, не был, не был. Говорит, тот-то... Хороший воин. Говорит, много там предложений было, деньги, там оружие давать. Говорит, он ничего не был согласен. Только обмен, чистим обмен. Чтобы без войны. Обмен без войны. И вот на поле, когда мы пошли, пошли два хадовца, ну асабист пошел, я и они трое. А у них же руки скованы, еще сундуки эти, им неудобно было идти. В наручниках были, да. И все-таки они после тюрьмы, им тяжело было, ну вот тут в автобусе, все вот это вот. Но вот мы когда подошли, значит, оттуда подошли, Дунафар, ну это, как называется, Амир, да? И мы подошли. И говорит, у Аллашады такие, которые с вами поздоровались, амир, даже поздоровались. И мы подошли. Это мой племянник был. И потом, значит, один из них махнул рукой, повернулся к маджахедам. Ну вот тут была тишина, уже никто не орал, ничего. Он повернулся к маджахедам, крикнул и махнул рукой. И оттуда повели нашего перебежья. То есть смысл, что они пришли, они узнали, что это, что все договоренность есть, и тогда они... Махнули, и оттуда, значит, один маджахед привел этого нашего перебежья. С них наручники сняли, с троих, а его подвели как раз. А кто снимал, ты или Асабис? Нет, нет, это Ахадовцы снимали. У них такие наручники массивные, такие здоровые наручники. Да, да, скажи, переведи. Такие они, они не наши, они там действительно. И потом, когда их освободили, они троем разрешили, и они вот вроде такие уставшие, и они как побежали. А у них эти сундуки, они вот так за ручки просто держали. И бежали к своим, махали, а те махали и орали. Ну, вот это такой шум сразу. Олег Иванович, даже не нарушая никаких приказов, он попросил разрешения у Асабиста проехать вместе с Мочилиным в автобусе, побеседовать с ним на русском языке. Может быть на простом русском языке, может быть на обогащенном чем-то. Вот, я на БМПшках как бы замыкал. Вернулись мы в Кабу. Асабисты уехали с автобусом, мы вернулись. Пошел, я доложил начальнику особого отдела, что задача выполнена. Все, спасибо, до свидания. Потом был такой момент, когда все воинские части, вот личный состав гарнизона был выстроен на плацу полтинника командиром дивизии, и Мочилина в той же духовской форме провели вдоль строя полностью. Ну, желание, честно скажу, у всех, и бойцы говорили, что плюнуть в морду, больше ничего. Что касается обе на Мочилина, я скажу так, мы тогда не осознавали, на каком острие мы находились. То есть, не я, не Коля Турчак, не те ребята-солдаты, которые были с нами, не те асабисты, через полгода в разговоре с асабистом, он мне сказал, что все сотрудники особого отдела, причастные к этой операции, награждены высокими правительственными наградами за этот обмен. Ну, я тогда спросил, говорю, а наши ребята, а Коля Турчак, который непосредственно командовал, это не осуществлял, будем говорить, охрану и вот этот вот, все весь процесс. Он горько усмехнулся и сказал, а вы же ведь не нашего ведомства. Так закончился для нас этот обмен, и, конечно, было обидно, что ни один из наших ребят не получил ни одной медальки. А особики, которые остались на дороге, и которых мы вообще в глаза не видели, были награждены государством. Помнят нас кишлаки, помнят нас города, Сохранились и горы, что были тогда. Но те, кто в боях, с нами были визави, Называют нас всех до сих пор шурави. Столько лет пронеслось С той афганской войны Был за нами союз Только не той страны На сколках империи Детям в пример Мы остались рожденными В СССР На русских клиентах Вот так, вот так В СССР Мир Афганистана удивителен. Тысячелетиями он хранит для человечества тайны, загадки И открытия, которые ученым еще только предстоит совершить. Здесь походится прах О миро-пещерном моим Великого крестинского поэта Могила была разрушена Потом восстановлена И построена Это замечательное мудрение И узрев Харасан, что предстал его взором, и четыре реки с их привольным простором, шах промолвил, земля это райский цветник. И блаженный восторг в его душу проник, и хвалил без конца этих рек благодать он, и меж них райский город велел основать он. И спросив мудрецов, как назвать город сад, он одобрил одно лишь название – Герат. На окраине Герата Есть мистическое место, где происходят необъяснимые вещи. Давным-давно, в те времена, когда еще государства Афганистан не существовало, здесь жил человек из страны, о которой уже никто и не помнит. Он врачевал души и тела приходивших к нему людей. Когда целитель ушел из этого мира, во дворе, где он принимал страждущих, стали происходить невероятные вещи. Как утверждают местные жители, другого такого чуда в мире нет, и они очень гордятся этим. За многие века здесь установилось правило. В этом дворе нет ни рангов, ни чинов, никто не спрашивает о вероисповедании и партийных взглядах. Сюда приходят, чтобы укрепить свои надежды и убеждения, получить знамения и очиститься от грехов и болезней. Надо лечь на землю, закрыть глаза руками, оттолкнуться в правую сторону, и дальнейшие движения и траектория тела у каждого своя. Крутило реально. Единственный памятник в Афганистане, посвященный изгнанию и разгрому советских войск, стоит в Герате. Скульптурная группа изображает афганских крестьян-маджахедов, которые с вилами и лопатами подбили советский танк. Водитель-экскурсовод предложил нам посетить единственный в мире музей джихада, который афганцы-маджахеда между собой называют Домом Победы над Советским Союзом. Насчет последнего названия музея у нас сразу же возникли вопросы. Получили аргументированный ответ. Войска Шурави ушли с афганской земли. Факт? Факт. После окончания Советско-Афганской войны исчезла самая большая империя 20 века СССР. Факт? Бесспорно. Вывод. К распаду Советского Союза непосредственно причастны маджахеды. То есть, что не смогла сделать европейская военная машина Третьего Рейха в середине 20 века, сделали простые партизаны из Центральной Азии. Сколько уже на земле прожито? Только вот память порой гложет нас, где не жалел, где смолчал, где не сберег, где солгал, нажил врагов и друзей потерял. Меньше, маленьких размеров. Это самодельные их. А они еще? Ну, тут у них обычно порох, какие-то металлические эти, все это засыпалось и ставился фитиль. А это если до нее встал? Да, потому что тут усилие, по-моему, до 8 килограмм она срабатывает. Это вот их маджахеды, герои, которые погибли за джихад. Это вот все их знаменитые главари отрядов, формирований. Они все здесь собраны. Что вспоминать не хочу, не обязан я. Сердце мое узелками завязано. И невозможно никак эту нить разорвать. Все позабыть успокоиться надо бы. Жизнь проживаю как будто бы заново. И не могу от себя никуда убежать. Память моя, ты со мной, строгая. Разве тогда быть другим смог бы я? Годы прошли чередой, только вот память со мной. Тяжесть грехов давит строчкой стихов. Что вспоминать не хочу, не обязан я. Сердце мое узелками завязано. И невозможно никак эту нить разорвать. Все позабыть успокоиться надо бы. Жизнь проживаю как будто бы заново. И не могу от себя никуда убежать. Соседство консульства Соединенных Штатов Америки рядом с музеем джихада явно говорило о том, кто мог бы быть главным инвестором и консультантом при создании этого музейного комплекса. Нас предупредили, что снимать американское консульство запрещено категорически. Могут возникнуть проблемы. При соблюдении нами честно всех условий, проблемы, то есть военный патруль в форме НАТО, все равно подъехал к музею через 10 минут. Они забрали всю видеотехнику и не спеша проверили ее на содержание снятого материала. Вернули отобранную аппаратуру уже после окончания нами осмотра экспозиции. И не могу от себя никуда убежать. Музей джихада, конечно, впечатляет. Но не настолько, чтобы сказать, а почему у нас в стране подобного нет. Да все у нас есть. В Москве есть великолепный Центральный музей вооруженных сил, прекрасный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. А сколько по стране создано военно-патриотических музеев? Городские, районные, школьные. Все есть. Живут и действуют. Но возьмется ли кто-нибудь сказать, много их или все-таки мало? И будет ли возможно когда-нибудь сказать, что в нашей великой, огромной стране слишком много музеев? И еще. Мы и раньше, и сейчас особенно много говорим о патриотизме. Это прекрасно. Но что это за красивое слово-понятие? Что за ним стоит? Вы скажете, это чувство. Конечно. Недаром мы говорим, чувство патриотизма. Но все ли отдают себе отчет в том, что это ответное чувство? Оно возникает в душе в ответ на другое чувство, на какой-то поступок, на информацию, на какое-то действие. Это ответное чувство. А вот с чем мы столкнулись в Ростове-на-Дону. Атаманский спуск. Станица Гнеловская. Сейчас это юго-западная сторона города Ростова-на-Дону. Город давно поглотил станицу. Но станица историческая. И здесь продолжают жить люди, которые помнят о подвигах своих предков, о жизни и быти казаков. Которые что-то и помнят всех защитников города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Из сообщения Советского информбюро. Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Мориновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля 1943 года, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. Первой пролалась в город и захватила привокзальный район рота старшего лейтенанта Гукаса Мадаяна. Отсутствие историческо-хронологических документов обороны Ростова летом 1942 года привело к тому, что началось переписывание этой истории, бездумно стали ставиться памятники. Дело в том, что здесь, в этих местах, именно вот здесь проходила линия немецкой обороны. О том, что на этом месте, вплоть до освобождения города, стояла немецкая батарея минометчиков. Сторожилы Ростова-на-Дону прекрасно помнят. А вот зениток, стреляющих прямой наводкой по фашистским танкам, идущим по реке Дон-Аки-Посуху, подтвердить, естественно, никто не может. Памятник установлен на линии немецкой обороны. Здесь немцы находились довольно длительное время, и немцы, и румыны. И самое обидное то, чтобы зенитка повернута в сторону Батайска, откуда наша советская армия освобождала город Ростов. Памятник имеет какое-то двоякое значение. И я не удивлюсь, если приедут сюда потомки тех немцев, которые здесь когда-то были, которые здесь творили свой ужас по отношению к местному населению, вообще к нашей стране, и спокойненько возложат сюда цветы, потому что это очень удобно. Именно их предки находились здесь, именно их предки вели огонь в ту сторону, откуда наступала советская армия. Из-за таких вот вроде бы мелочей у нас идет размывание, искажение истории. И нашей молодежи совершенно уже, наверное, не разобраться, кто с кем воевал, кто здесь находился, и зачем он сюда приходил. Да что же это такое? Казалось бы, все есть, и вроде как все правильно. Есть мемориал Шторм, есть зенитка, только стоит все не на тех местах и направлено не туда, куда нужно. Как это назвать? Головотяпство. Я другого слова не нахожу. Это головотяпство, от которого на душе остается только горечь обиды. А это город Димитровград, Ульяновской области. Автотранспортное производственное предприятие, на котором работают участники боевых действий и члены их семей. Это Асхат Юсупов, руководитель этого предприятия, уникального предприятия. Ведь это же здорово! Это тоже Димитровград. Фестиваль военной песни от Афгана до Чечни, который за 10 лет вырос от городского до международного. Ну, расскажи про молодежь. Там молодежь, которая непосредственно была, присутствовала, даже до призывной момента у них, они просто приходили в нашу организацию, когда в армию мы ходили, говорят, а можно где-то десантные войска устроить, чтобы служить в десантных войсках. Мы пробовали с военным комиссариатом, если здоровье позволяет, все как бы стараться, чтобы они служили тех подразделений, элитных подразделений, десантные войска, еще спецназ. И вплоть до того, что просто ребята, когда служили, они писали нам, приходили, благодарили. Но ведь это же здорово! Знаете, когда мы ввели разговор о том, где бы нам вот эти памятники делать ребятам, то у нас, да, то у нас не было сомнений. Не просто их разбрасывать в городе, а должно быть единое место, куда бы люди приходили, отдавали дань памяти, дань уважения. Разные поколения. Такие, разные поколения. Разные. И вот у нас, когда День Победы, вот эти все праздники, это обязательно очень много людей собирается. Это центральное место у нас. И это здорово! Здорово! Это все из ряда тех вещей, в которые заложена частичка души. Из разряда тех вещей, которые и вызывают то самое ответное чувство, которое мы называем красивым и очень нужным словом. Патриотизм. Ну, в общем, извините, это был просто крик души. Давайте вернемся в Афганистан. В 2012 году наша экспедиция в разговоре с жителями Кабула услышала упрек, почему в России не помнят о погибших соотечественниках в Афганистане? Почему нет памятных знаков на афганской земле? Ответить аргументированно в тот момент нам было нечем. По приказу командующего генерала Громова уже в конце 88-го года были созданы специальные группы, которые ездили и снимали эти памятники с дорог и вывозились на территорию Советского Союза. И практически мы там ничего не оставили. Хотя их было там на каждом километре достаточно. Просто едешь, вот этот 87-й, 88-й, 89-й год, по дорогам Афганистана, там, там, там стоят памятники. Мы их все сняли и убрали. Сегодня туда едут и устанавливают их опять. И это правильно. И это правильно, потому что тогда мы боялись, что над ними будут глумиться, значит, издеваться и каким-то образом использовать их в антисоветском, значит, воспитание молодых, там, своих... В течение года мы встречались с ветеранами боевых действий, с родными погибших в Афганистане. Все говорили одно, что, конечно же, должно быть такое место, где любой приехавший в Кабул мог бы помянуть павших на афганской земле. Нам кажется, что мы нашли такое место. Это британское военное кладбище, которое давно уже стало международным. Здесь размещены мемориальные доски погибшим из Италии, Испании, Польши, Канады, США, Германии, Великобритании. Они тебя еще больше ждут. Понимаешь, ведь, начать, потому что, действительно, потом кто-то придумает что-то еще. Будут приезжать сюда и... Какие-то физки, сами... Есть несколько захоронений наших соотечественников, которые волей судьбы в середине прошлого века оказались в Кабуле. И вот 9 декабря 2013 года в День Героев Отечества на военном британском кладбище Кабула появилась наша стена памяти. Нет, эту плиту сделал наш друг-десантник Костя Гордеев. Он сделал ее своими руками. Батюшка нас благословил на это. И осветили мы эту плиту в храме, переведя. Друзья, я думаю, что мы сделали сегодня большое и многоугодное, и памятное дело в этом старинном Кабульском кладбище, которому уже больше 200 лет, и где покоятся люди разных наций, разных стран, разных поколений. Здесь есть могила донских казаков, здесь есть могила сотрудников Советского Союза, посольства. Здесь есть еще могила, имя, которых надо установить. И вот появилась эта доска, куда каждый... Да, теперь могут же люди приходить, конечно. Вспомнить своих друзей, которые здесь погибли. Есть единое место в Афганистане, куда каждый россиянин, и наши коллеги, и наши однополчане могут прийти и помянуть своих друзей. Не отпускает нас война. Теперь кому она нужна? Наверное, тем, кто шел ее дорогой. Мы все, над кем витала смерть, о ней не можем сожалеть, но не согласны лишь смотреть, как память затирают понемногу. Настало время подводить итог. Кто был здесь кем, и кто что смог, героев помнить, не забыть о негодяях, и постараться для других раскрыть, кем были мы, и как сейчас нам быть. И юные нашей смене рассказать должны мы правду честно и открыто, и показать ее, и доказать, чтобы ничего не было стерто и забыто. Алис и кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-к